Лорды, сэры, перы. Как вы уже догадались по отражению, мы находимся в магазине стритстория. Перед нами Фома. Фома пропутешествовал, он недавно вернулся из тура. Где он был? Фома, где ты был, расскажи. Я был в Японии, после чего я поехал в Корею и еще заехал на пару дней в Китай. Обалдеть. И твоя цель визита в Японию была? Цель визита в Японию это посмотреть Японию, познакомиться со всеми нашими коллегами, с кем мы еще не знакомы, посмотреть на производство, посмотреть на новые коллекции, найти новых коллег и сделать еще больше товара для вас, такого товара, чтобы вы его приходили покупать с удовольствием. Короче, Фома оказался более амбициозным чуваком, чем даже я думал. Хотя он предупреждал, что да, у нас цели великие и вообще планы наполеоновские. Но, в общем, сегодня мы для вас решили собрать луки на осень, на зиму, наверное, что-то подберем. Такой, наверное, не слишком зимой. Посмотрим, да. Сейчас как у нас вдохновение будет. Фома, он под впечатлением, сейчас он нам соберет. И знаете, что, прежде чем мы будем это делать, я, наверное, скажу, что оставлю инстаграм Фомы в описании, чтобы люди приобщались. Потому что я, например, последние вот эти две недели где-то я залип. Он интересно рассказывает, он показывает все, как он ездил на вот этих японских сапсанах, которые едут в два раза быстрее. Синкансен. Синкансен, вот. Все это рассказывает. Правда, это все кануло в лету, потому что это было в сторис. Но, тем не менее, я думаю, он неплохо генерит контент. Ладно, ребят, давайте, сейчас будем собирать для вас луки. Так, давайте, чтобы ролик наш был информативным, сначала пробежимся по ассортименту. И Фома, вот я вижу, у него в руках ботинки, они ему очень нравятся. Расскажи, почему, что это такое? Греш, это шведский бренд Hanlag. Ботинки изготовлены, конечно, не в Швеции, но в Германии. Так, в Швеции, но в Германии. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Так. Вот, кожа приятная, на ощупь мягкая, то есть не будет, я думаю, проблем каких-то огромных с разнашиванием этих ботинок. Они на осень или на зиму, как ты считаешь? Наверное, на нашу зиму подойдут? На нашу зиму они... Единственное, что я волнуюсь, если без обработки, то есть нужно обрабатывать их хорошенечко. Обрабатывать я научу, не переживай. Есть ролики на канале. Вот, да. И тогда, да, можно и зимой их использовать. У меня, у меня проблема всегда в том, что, ну, вот у меня лично, как это называется, когда ноги потеют, ноги и руки, и все, это, короче, ладно, не будем использовать медицинские термины. Просто вот на мне, кстати, вот, это же из Тридстори, ваши кроссовки. Я очень доволен, ну, на канале есть обзор, я проносил их все лето и сейчас ношу. Да, чуть-чуть жарковато, я просто увидел, и у меня такая ностальгия. Я думал, что я очень сильно их убил, но вот, посмотрите, давайте сравним немножко. Вот, мои запылились уже, а это новая. И шнурки, кстати, у меня такие тоже есть. Классные. Всем рекомендую. И давайте спросим у Фомы, какие кроссовки вот ему здесь больше всего нравятся из-за его ассортимента. Гриш, ну, я выбираю всегда, наверное, более близко к трендам. Ну, и сейчас, пусть будет в тренде, вот, 991-я модель. Это в тренде, да? Да, это в тренде, но она в тренде. Ну, как сейчас, вообще винтажная же тема идет, везде и все. А 991-й это силуэт старый, классический, 90-х годов, прям в топе было. Старый, как Билл Гейст с царством небесное. А он в таких ходил? Нет, он ходил, по-моему, 998-я модель. У тебя часы, знаешь, какие? Как у моей жены. Она сменила две пары таких часов. Ну, в смысле, пары, двое всего. Ну, смотри, они у меня уже ретро, видишь? Можно, кстати, у нас такие тоже приобрести. Да, офигенные часы. Не, они действительно классные, иначе бы супруга не стала покупать еще одни такие же. Надо больше таких часов. Электроника. Монтана. Нет, хорошая, хорошая, хорошая. Так, значит... Подошва здесь, вот, кстати, по удобству, они прям, наверное, в топе будут. Потому что подошва у них, здесь подушка специальная, которая не выпускает влагу, амортизирует. То есть, это прям очень-очень продуманные ботинки. Нет, они мне, честно скажу, не нравятся. Не нравятся? Ну, это не значит, что они плохие, потому что я представляю в таких кроссовках китайцев, которые бегают, ходят... Туристы, туристы, да? Да, да, да. Ну, большинство туристов это китайцы. Они ходят с своими флажками, о чем-то говорят, и не устают ноги. Но, друзья, напишите в комментариях, вам эта модель нравится или нет. Вот так вот поступим. Давайте я вам покажу, чтобы... Ну, что мне нравится, мой топ, в общем, топ-1. Вот эти вот кроссовки, назовем их Bubble Gum. Сейчас, может быть, я в таких и не ходил бы. Но я помню, что у меня были похожие... Ну, правда, у меня была по расцветке похожая модель, не Deodora, а Puma. И я успешно бегал, ну, ходил, скорее, в ней по беговой дорожке, когда ходил на спорт. Очень нравится. Ну, действительно классные. Вот. Что по деньгам, сколько они там стоят? 9,490. Ну, так как это предыдущая коллекция, на них еще скидка сейчас идет, а еще по тронин-коду можно еще. Поняли, да? Пронин-код работает, так что приходите сюда и покупайте все дешевле, чем обычные люди. Потому что ты, Гриш, носила спортивный костюм с такими, да? По городу, чтобы как лопник. Мне хочется ответить, что да, конечно, было, но это, к сожалению, не было. Ходил с какими-то шортами. Ну, еще, наверное, порекомендую вам, конечно же, белые KEDE Converse. Тоже видели ролик на канале. Должны быть у каждого мужика. И даже и не у мужика, в принципе. У всех они быть должны. Стоят они недорого. Ну, как и везде. Ну, здесь со скидкой по пронин-коду. Короче, новость. Вы знаете, что мой канал смотрят и женщины тоже, и девушки красивые. Я это связываю со своей природной красотой, естественно. Поэтому я вам покажу эту полку. Здесь именно для дам все. Вот здесь есть обувь. Можете себе выбрать что-то интересное. Fred Perry, Converse, New Balance, Diadora. В общем, есть все. Слушай, Гриша, брати внимание на Carho. Мы с ними вот все сейчас бодаемся насчет работы дальнейшей. Очень хотим их бренд. Ну, смотри, этот силуэт, он... Тебе нравится? Да, очень. Это первые кроссовки в мире, считай. Carho передал свои три полоски Adidas. Да? Да. В 300... Я не знал эту историю. В 96-м году фирма основалась. А где-то в 50-х годах после Олимпиады Carho передали за 1000 евро и бутылку виски односолдового бренду Adidas три полоски. Three Stripes бренд. Нифига себе. Ну, короче, с виски связаны самые грустные истории. Вот, например, Конор Макрегор тоже рекламировал в виски и тоже проиграл. Не, ну, насколько проиграл Carho, я не знаю. Вообще, интересные кроссовки. Для меня в новинку их видеть, но вот то, что Фома показывает, мне нравится. Интересно, да. Классно. Ну, удачного вам бодания. Я надеюсь, что у вас все получится. А я хочу показать, вот мне сейчас Фома показал. И я вспомнил, что примерно такие же кеды, только белого цвета, мы купили супруги. Они отличаются более толстой подошвой, да, по-моему? Да, да, да. И вот такой глянцевой поверхностью. Ну, то есть силуэт кеды изменился только из-за подошвы 80-х годов. Она такая резиновая. Олдскульная. Я так понимаю, что именно в таких кроссовках, ну, в смысле кедах, играли в баскетбол. Первые баскетболисты, они вот не в кроссовках, а в кедах играли. И поэтому пружинистая подошва. Ну, классная, кстати, мне нравится. Офигенная. Фома, я ехал сюда и думал, на самом деле, снять ролик оделся как. И, короче, одеться как Росомаха, ты в главной роли. Не знаю почему. Слушай, ну, видишь, у меня отросла немного, теперь квадратная борода. То есть, когда схожу в свой барбершоп олдскульный, кстати, диапотеку, вот сходи, слушай, попробуй. Хорошо, а ты подумай по поводу такого ролика. А теперь мы смотрим на Папире, ну, на осень и на зиму. Ну, на Папире знают все. Это, в принципе, такой сейчас, ну, попса, не попса, но... Каждый третий школьник, в общем. Каждый третий школьник, но, тем не менее, вот я не школьник и подумываю над тем, чтобы купить вот такой анорак. Это анорак называется? Да. Вот такой анорак. Мне нравится то, что он надевается через голову, хотя здесь молнии по бокам. Она, да, сделана для удобства, чтобы тебе было удобно снимать, надевать ее, то есть... Да, вещь очень классная и, да, Папса, согласен Папса, но в ней ходить не стыдно. Абсолютно прям вот классные вещи. Гриша, а ты как относишься к зимним видам спорта? К зимним? Ну, горной лыжи, сноуборд. Люблю смотреть. Вообще, я катаюсь на сноуборде. Да? Вот, кстати, это горнолыжная вся такая штука, история. То есть, если ты покупаешь такой анорак, ты обязан встать на горную лыжу. Да, офигенно. Не, классно. Выглядит здорово. И вот это уже потеплее, по-моему, модель чуть-чуть. Да. Здесь есть... Это вот на осень, а это уже ближе к зиме. Это прям уже лютая зима, я так понимаю. Хорошая, да. Очень теплая куртка. Я представляю, что до минус 30 она выдерживает 100%. Что по деньгам? Ну, стоимость у нее, конечно... Ну, да, вот видите, да, все серьезно. Ну, дешевле, вспомнил. Потому что итальянская фирма. Давай здесь, здесь, а здесь сколько стоит. А, это чуть дешевле, потому что это осенние варианты. Ну, я понял, да. Давай, я не забегу тебе. Давай, найдем. Хочется... Хочется... Ох, ага. Ну вот, в два раза дешевле, ребят. Не все так плохо. Можно со свитером, если денег не хватает на землю. Со свитером. А свитер вам Фома подберет здесь же. Ну вот, разные цвета. Выберите, в общем. Так, мы здесь в джинсовой зоне. Ну, про джинсы теперь мне просто... У Фомы можно брать уроки, потому что он был в Мекке. Где-то там был на джинсовой улице. В джинсовой улице, да, в Акаеме. Мы были в Каджима. Каджима стрит. Это потрясающее место. Оно очень аутентичное, красивое. Куча магазинов. Все представляют себе магазины. Ты идешь, один бренд, второй бренд, третий бренд. И самое интересное, что не только там джинсы. То есть, а там разного вида фасонов, куртки, джекеты. Не только трех типов, в которых существуют. Там какие-то более дизайнерские, более с каким-то уклоном интересные. Блин, я вместе со всеми подписчиками своими вот по белому завидую. Я видел фотографию, где ты до джинсов пытаешься дотянуться. Они там на бельевой веревке. Да, там все улицы с такими увешанными. Это на самом деле очень красиво смотрит. Кстати, а у тебя джинсы-то какие? Юрблю Джапан. Я их уже год все мучаю. Скоро я их здесь повешу. Как экспонат. А вот этого не было, да, тоже? Нет, конечно. Но это случайно или специально? Нет, случайно вот одна. Ну, чуть-чуть совсем. Ну, потихонечку нитки распускаются. Но, блин, опять это для тех, кто в теме. Для тех, кто понимает. Кто-то скажет, что ух, нифига себе. Джинсы, да, там разлежались. А на самом деле они специальные нитки используют для этого всего. Ну, такая вот история. Интересно. Причем вот, я не забыл, честно, как называется эта нить. Ага. Которая основная у них идет. Она до сих пор целая, и она не рвется. То есть, обычно, если ты покупаешь какой-нибудь Levi's джинсы, да, носишь, носишь, и она потом рвется, и дальше карман начинает расходиться. То есть, я думаю, что через год она порвется. Levi's уже не тот. Ну, вот смотрите, как пофейдились они очень серьезно. Были-то они вон, вот такие вот были. Темно-синие. Да? Давай сравним до и после. Вот, посмотрите, ребят. Покупаете вот такие вот темные джинсы. Вот. Ну, сейчас свет. Вот. Сейчас как передать это все. Ну, вот. Вот они темные, да. Со временем они становятся вот такими. Они красятся. Новые красятся сильнее, когда они уже, ну, в таком виде, наверное, они меньше красятся, конечно же. Ну, нет. Там, у меня вот за год три стирки всего. А. То есть, больше я не стирал. Ну, кстати. Повернись. Ага. Да, вот этот самый индигофер, или как это называется, листочек. Вот эти вот клепки скрытые, заклепки проявляются. Вот шлепки. Видите, как они должны? Почему я говорю все время, что должны вот такие вот? Объемные мишлепки. 3D-эффект. Вот они вытерлись. Блин, ну, ты как экспонат. Короче. Ну, вот, кстати, заметь, вот ты носишь джинсы правильно. То есть, я ношу их немного неправильно в том плане, что у меня нет фейда вот здесь. Ага. А почему у тебя нет? А потому что они, видишь, у меня как высоко висят. Они постоянно в прямом состоянии. Ну, да, они у тебя более... Но все равно чуть-чуть и есть заломы. Ну, это единица. То есть, у тебя будет очень красивый. Ну, потому что они у меня узкие. Ну, эти джинсы наверняка вы узнали. Это наше производство, сделанное по всем канонам в Москве. И Фома сказал, что вот эти джинсы еще чуть-чуть, и он хочет повесить куда-то сюда на стену. Чтобы люди смотрели, приходили, видели, что будет после того, как ты их год относишь. Или даже два или три. То есть, на самом деле, я 4 дня в неделю ношу эти джинсы. Отлично. То есть, активно их использую. Я сейчас то же самое делаю со своими джинсами. Делаю эксперимент. Да, все правильно. И выкладываю в Инстаграм. Ну, ты, наверное, то же самое. Да, конечно. Так, ну, давай посмотрим, что здесь есть. Блин, интересные, конечно. Японская культура, она, конечно, офигенная. Вот, слушай. Ну, это очень красиво. Это Стёб, конечно, по поводу Луи Виттона. Луи Виттона, да. Вот это круто, мне нравится, да. Здорово. Так, а в таких, этот, в голове Макаки, как его зовут? Ну, блогер сейчас теперь на версии выступал. Да? Ну, как? Блин, ребят, напишите в комментариях, у кого такие джинсы. Вы поняли, о ком я? Я рисую. Они вот у них, самый узнаваемый силуэт, когда они на обе штанины. А, вот, вот, Паша Техник, точно. Техник? Да, да, по-моему. Ну, понятно, блогер, ну, что это, он рэпер. Да. Обезьянья голова, ну, что это? Техник, это экспонат целый. Да, ну, прикольно здесь прорезиненная эта фигня. Это всё, по сути, вот, на джинсах Хэвису, как они и говорят, по крайней мере, джинсы, отрисовывается. Сейчас покажу, здесь представлена модель. Не, ребята творческие. Вот она. Всё это делается вручную, то есть вот эта галочка, она вручную рисуется, отрисовывается. Прикольно. Какую частью тела не знаешь? Честно говоря, не видел. Не стоял. Так, давай посмотрим, это Pure Blue Japan. Блин, я сам забываю, хотя записал про них целый ролик, нам часто приносят для ремонта, да, там, укоротить ещё что-то. Я вижу вот этот листочек и начинаю искать название. Нигде нет названия, нигде не написано Pure Blue Japan, представляете? Так что не знаю, с чем это связано, но вот такие вот шифровальщики. Что здесь ещё у нас есть? Есть, о, Камикадзе Атак. Да, Камикадзе Атак, это, наверное, излюбленный винтажный силуэт, да. Мне, знаете, что нравится здесь в Street Story, то, что денег вы тратите столько же, сколько бы потратили в Японии, если и не дешевле, покупая хорошие качественные джинсы. Как они это делают, я не знаю, вот, ну, вот, факт остается фактом, цены хорошие, да, на болтах, на бубликах, ну, да, классные, мне нравятся. Кто-то мне сказал, вот у нас бублики-то я поставил, да, только они подвижные, о, поставил по 3 рубля пуговицы, блин, много понимаете, они такие должны быть. Вот здесь вот селвиш, видите, они используют вот здесь, чтобы было видно. Кстати, на каждой джинсах по-разному, смотри, как ещё. А я, кстати, обратил внимание тоже. Тоже, Камикадзе Атак, тоже вот здесь вот, а не селвиш, чтобы было видно. Плюс, как бы, это карман специальный, под мелочи. Слушай, ни фига себе, да, классно. Под мелочь, у каждого своя мелочь, вот у Паши техника интересная какая. У него карман такой понадобится, конечно. Ну, да, вот этот вот бренд Камикадзе Атак очень любит сам Фома. Да, я познакомился с основателем этого бренда лично. Мы сидели, пили пивку. Ну, ты будешь писать мемуары хотя бы? Всем хочется об этом знать. Не, на самом деле, просто мы, находясь рядом с тобой, многое теряем. Ты об этом не рассказываешь. Ну, мы видим в Инстаграме, ну, тебе надо больше проявлять себя. Тебе нужно об этом говорить. Ну, главное, что если вы купите себе джинсы, вы его поддержите. И будете, я буду очень довольный, если вы будете поддерживать, как бы, дизайнеров, создателей, основателей и тех, кто делает. Поддержите японского производителя. Нет, тут, кстати, можно посмотреть русского производителя, ничем не хуже, чем японский. Русский производитель в надежных руках, ты даже не беспокойся. Там все нормально с рекламой. Так, это у нас, что это такое? Это TCB. TCB. Я уверен, тоже пас-драйфер. Хорошо. Потому что это действительно здорово, это прекрасно. Я рад за них. Так. В общем, друзья, вот Momotaro джинс. Много всего. Кстати, Гриш, ты видел в моем Инстаграме, в Инстаграме Street Story, я фотографировал магазин Momotaro? Да. И на карман, то есть карман, принт можно сделать любой. Да-то что? Можно сделать непосредственно разноцветную линию, можно сделать в виде лейбла Momotaro. То есть ты сам выбираешь? Да, ты можешь кастинные джинсы сделать. Слушай, кстати говоря, а ты говорил, что вы сейчас ждете большое поступление товара? Да. Будут сюрпризы? Какие? Я не буду раскрывать секреты. Ну ладно, будем следить за твоим Инстаграмом, за моим каналом, мы об этом позже обязательно расскажем. Так. Но будут сюрпризы, приятные. Так, это что такое? Телосон. Телосон. Это который из Америки? Американский, да, Деним. Он, к сожалению, очень плохо продается, хотя фиты у него очень-очень знатные и сама джинса очень хорошая. То есть это человек-американец, он делает прекрасный японский Деним. Вот. Делает его по всем стандартам, по всем пионеровским США технологиям. Вот. Но, к сожалению, у нас он как-то плохо продается. Я его не хочу рекламировать, не хочу ничего говорить. Потому что, ну, каждый убирает себе Деним. Телосон, позвони мне, все будет хорошо. Все будет хорошо. Будет реклама, будут продажи. Но на самом деле, только из-за того, что Фома говорит, что джинсы хорошие. Потому что фуфло на моем канале вообще не присутствует. Еще только самое хорошее. Так, пойдем дальше. Так, девчули, это для вас. Альфа Индастриас. Ну, офигенные. Мне такие очень нравятся, если честно. Как насчет такого цвета? Ну, вообще огонь. С оранжевой трушной подкладкой. Идешь за грибами, короче, на эту сторону, как только заблудилась, в общем, ау-ау, надеваешь на обратную сторону, тебя видно с вертолета. Очень хорошая вещь. В общем, тоже, пожалуйста, блин, ударился. В общем, тоже, да, смотрите, приходите, есть чем поживиться. Как обычно, большой ассортимент трикотажа, рубашки, вот, брюки, спортивный уикенд Offender. В общем, много всего есть. И вот, жемчужина коллекция, это Канкин. Любого цвета, приходите. И при этом, настоящая здесь пали в этом магазине вообще не бывает. Через, кстати, две недели приедет еще одна огромная поставка, просто безумно большая. А ты не хотел говорить, а ты не хотел говорить. Это Канкин его только. Я понял, ну да. Вот, Греш, смотри, видишь, рюкзаки Fjallraven, да? Да. Отделка кожаная, в принципе, солидно выглядит и подойдет, наверное, под Smart Casual, да? Вот как на твой взгляд? Ну да, он такой, немного туристический, но... Ну слушай, вот, бордовый галстук, какая-нибудь красивая рубашка, сверху стеганая куртка и сзади такой... Он будет немножко выбиваться из стиля, но в этом его преимущество. Мне нравится. А вот насчет тканей, хочешь я расскажу интересную вещь? Я недавно узнал. Не знаю, можно это рассказывать или нет. То, что на фабрике, на которой мы были, Токи Яре, в Японии, производят канвас для этих рюкзаков. Это та фабрика, на которой ты запускал станок? Да, да. Видел, видел. Вот, я принял участие в производстве этого канваса. Прикольно, он такой, какой-то прорезиненный. Он пропитан, да, специально к кайме. Называется G1000 материал, он непромокаемый, вощеный, то есть, все как надо. Сколько стоит? Стоимость его... Так, ну-ка. 9,319. 9,319. Сейчас со скидкой. Такие меточки, это скидки. Ага, со скидкой и плюс еще скидка по проним-коду. Да. Отлично. Слушай, а мне интересно, во что одевается персонал у вас вообще, в чем ходит. Ну, можешь попросить? Да, я хочу на тебя. Да. Смотрите, у вас. Это наш сотрудник. Так. У нас, как бы, свободный стиль одежды. Вот, смена обувь приветствуется. Поэтому старые кроссовки они дедасы. Да, конечно. Вот. Ну, кстати, вот эти офигенные они мне нравятся. Это козелли дедасы, они у нас продавались очень много лет. Да, видавшие виды, а не с фейдом, как джинсы. Да, да. Вот, у нас Кеши не очень любят японский доним, поэтому мы его не принуждаем одевать. Ну, ладно. Но обязательно у нас является Weekend Offender. То есть мы с ними очень тесно сотрудничаем, дружим, и наши менеджеры по продажам надевают на себя футболки и кофты Weekend Offender. Мы их предоставляем. Хочется спросить, сколько стоит твой шмот, сколько стоит вот этот вот? Сколько Weekend Offender, сколько стоит Weekend Offender? Так, ну, сейчас на весь Weekend 40% скидка. Да. Район 4 тысяч. Нормальная тема. Это хороший хлопок, принт очень долговечный, на самом деле. То есть, ну, сколько кеш-то, уже год, по-моему, да? Более года. Потому что она выглядит как новая, реально как новая. Супер. Вот, кровь у них неплохой, хороший даже. Так что, ребят, ловите момент, вот покупайте такие же толстовки. А, вот те самые часы. Вот те самые часы, кстати, золотые есть в двух видах. Мне вот такие нравятся больше. Как раз. Да, у тебя такие же. Зафейдженные, смотри, везде фейт. У меня везде фейт. Обгрызанные. А я, так как увлекаюсь походами, я все время их беру в поход. И когда я переворачиваюсь на байдарке или на каяке, они у меня бьются об камни, и они все время у меня коцуются. И они приобретают вот такой вот цвет, уже не золотистый, а бронзовый. Ну да. Классно. Так, и обещанный лук на осень мы собрали с Фомой. Фома собирал, я ему немножко помогал. Давай, что мы тут насобирали? Начнем с низной. Мои излюбленные, мы, по-моему, уже кензик. Какой раз я их снимаю, до сих пор не раскупили. Я не знаю, какими безвкусными люди бывают. Но они безумно крутые, эти же кроссовки. Это одна из самых оригинальных расцветок. И смотрите, я подбираю всегда, наверное, верх-низ. То есть голова с шеей закрытой и подходит, ну, по гамме более-менее цветов. Да, да. Дедушкин шарф. Дедушкин, да, махеровый шарф. Не, ну классно выглядит. Это выглядит стемно, на мой взгляд. Ну, слушай, это английская классика, однако. Ну, ладно, ладно. Такая клетка, а шотландская, да, клетка называется? Тартан. Да, вот. Да. Вот, ну, соответственно, кроссовки мы можем совмещать с японским денимом. Японский деним мы взяли за основу здесь Pure Blue Japan. 18 унцы деним. Угу. И супер слабее. Он очень класс, да, вот именно слабее, посмотрите, вот, очень однородный. И все это вместе смотрится прям как, ну, здорово смотрится, мне нравится. Вот, так что кроссовки тоже сочетаются. Кроссовки есть, джинсы есть, шарф, шапка есть. В принципе, можно идти, но мы хотим дополнить. Надо чуть-чуть надеть еще. Ну, сверху на футболку, наверное, как за основу, берем красный цвет с черным, потому что у нас на небалансе красный-черный цвет, но это прям в идеале. Кстати, классная футболка, она... А, так это спинка, я думал, а сзади, оп. Да, мне нравится, хороший. Также Фома посоветовал вот такого цвета канкин, потому что он с шапкой у нас будет. Я все чаще начал замечать на улицах города вот эти вот канкины. Раньше я просто не обращал внимания, потому что стал, как с Фомой познакомился, стал обращать внимание. И носят их очень стильные люди, мужчины и барышни. И все это, ну, так как это осень, а не зима, мы решили, что футболки из шарфа будет достаточно. И сверху анорак бордового цвета, на папере. Ну вот, классно. То есть, вот это все... Ну-ка, держи, держи. 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 Вот так это все будет выглядеть очень неплохо. Классно. Это один лук. И еще один собрали лук. Более такой сдержанный, официальный. Здесь у нас и перчатки. Перчатки Carhartt. Хорошие. Расскажи про куртку. Куртка Мастром. Я ее взял только потому, что, ну, если мы берем все-таки возрастную группу от 25 лет, то люди хотят это более солидно, может. И она, наверное, больше смахивает на стеганую куртку. Что, в принципе, так и есть. Да. Материал выглядит довольно солидно. Красиво. Сочетается очень неплохо с денимом. Ну, потому что темное в любом случае будет. А вот этот деним, который не такой дорогой, по-моему, да? Да, это TCB как раз деним. TCB. TCB. Вот так вот он выглядит. TCB. Классный. Ред патч. Ну, все как надо. И футболка. Ой, это да. Ой. Мы взяли рубашку за основу, почему бы, потому что мы взяли все-таки, наверное, более офисный стиль. Ну, сейчас свободный же стиль офис. Ну, френд-пери, да, хороший. Клетка тоже классическая. Ну и, не знаю, мне бы казалось, что, наверное, к этому всему будет неплохо зеленые перчатки. Вот. Если на распашку ходить, наверное, будет выглядеть неплохо, но обуви у нас к этому нету, к сожалению. Я бы посоветовал сюда, может быть, черные редвинки. Может быть. Вот что-нибудь, наверное, черной классической обуви. Ну, это мы оставим на суд общественности. Пускай проявят изобретательность и подберут сюда обувь. Можете написать в комментариях, какая обувь подойдет лучше всего для этого лука. Деним Хеда информация о людях, которые делают, обоснователях, о тех, кто работает над брендом. Ну, ты как я прям в обратную сторону листаешь. Это не листай, случайно? А, как ты, Суши, у нас же это какого? Японский журнал. А он в обратную сторону, что ли? Да, смотри. Да, ну. Вот эта обложка. Блин, мне надо было родиться в Японии. Я левша, я все время так листаю. Нет, ну я тоже, я, кстати, не левша, но я листаю тоже слева почему-то направо. Но, как бы, японский журнал удобнее, не правда ли? Блин. Вот. Япония для меня какая-то сказка. Я вот когда туда приеду, главное не разочароваться, потому что вот сейчас у меня такое впечатление, что там просто волшебство. Вот здесь, в этом сборнике, в конце представлены уже по отдельности некоторые из моделей. Джои МакКой, Full Count, пожалуйста. То есть здесь представлены все бренды, Warehouse, Warehouse, Feroz, Sugar Cane, Pazrix, Pure Blue Japan, например. Вот, кстати, основатель бренда Pure Blue Japan. Его зовут Кен Ичи, если я правильно произношу его имя. Ну, молодой такой. Очень-очень-очень замечательный человек. Ага. Мы с ними ужинали, и, честно говоря, это для меня прям гордость такая. Короче, ребят, приходите в стритсторе, Фома будет вам рассказывать свои мемуары, как он с кем ужинал, это дико все интересно. О, здорово. Blue Blanket, кстати, вот, Гриша, это, смотри, небольшое производство в Италии. Итальянцы шьют японский деним. Нифига себе. Если кому-то будет интересно, то... Да. Можно, кстати, прийти в наш магазин, они все лежат в свободном доступе, эти журналы. Да? И можно, да, их спокойно посмотреть, почитать. Друзья, приходите, приобщайтесь. Ну, как почитать? Почитать не получится, но картинки посмотреть точно можно. Ну, вдруг кто придет, может, с сознанием японского. Вот у меня сын японский учит. Ну, пусть приходит, переводит мне. Хорошо, договорились. На, держи. Так, отойди подальше чуть-чуть, вот так. Ага, нормально? Да. Короче, друзья, я не знаю, что выбрать, какую куртку. Варианта два. На папере анорак вот такого цвета, это который менее теплый. Чтобы вы не думали, что я буржуя, он подешевле стоит. Вот, синего цвета. Сейчас я надену. Надевать надо еще научиться. Смотрите. Что в нем прикольного? То, что он темный, то, что он стройнет. Это как вам совет. От того, кому за 30, тем, кому за 20. В общем, носите темные вещи, а не стройнет. Вот такой вариант. Это раз. Раз. И вариант номер два. Точно такой же анорак на папере, только бордовый. Правда, я не знаю, на фото он выглядит, как малиновый. Не знаю, как на камере. Вот такой бордовый. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой цвет вам больше нравится, какой цвет мне больше идет. Помогите Кузе выбрать кусточку. Вот. И еще, смотрите, вот такие ботинки я себе взял. Фома, как они называются? Ханваг. Ханваг. В общем, это какие-то швейцарские? Шведские. А, шведские. Шведские. Шведские бренды, а сделаны, по-моему, в Германии, да? Да. Такие вот офигенные. Но тут вообще нет никаких сомнений. С японским денимом Майден Раша будет выглядеть вообще классно. Ну вот, напишите, пожалуйста, какой цвет. Синий или бордовый? Ну, и, друзья, напоследок хочу сказать, что не обязательно быть подписчиком канала. Можно быть даже хейтером. Но это не помешает вам получить скидку по пронин-коду. Если вы придете в магазин Street Story, то вас ждет дополнительная скидка. Ссылка на магазин в описании. Вообще, очень много будет ссылок, я чувствую, в этом видео. Но я по всем рекомендую пройти, потому что, действительно, это интересная информация. Специально для вас. Магазин Street Story. Фома, лорды Сэр и Пере, где-то Валентина, где-то там, выбирает себе туфельки. С вами был Григорий Пронин. До новых встреч. Пока.